Вот муж у меня с Россией. Вот у нас в семье многоциональная семья. А то, что говорят о том, что будет ли Путин на нас наступать, это вопрос. Не верится. Просто не верится. Неужели уже у него мозги поехали в другую сторону? Путин на нас наступать. У меня в туалете у меня в туалете у меня в туалете. 2月 10日, Украина情勢 в которых стоит украина. В России и Украины наье пара, что украинских и снястся RP и понимая. Украина, который живет, в России, около 280 километра. Это довольно близко, но сегодня мы расскажем о том, что украинцы украинцы не задумываются об этом. Что в голове Путина я не могу предупреждать. В это вериться, конечно, не хочется, но я думаю, что нет. Может быть, они преследуют свои интересы. Американцы, англичане, я не знаю. Хотя, кто его знает, никто же не думал, что такое произойдет и с Крымом, и с Луганском, и с Донецком. У нас уже Украина не та, что была в 2014 году, но богато европейских краин, нам поставили оружие богатое. И мы можем дать висичь такую, что даже россияне не представляют себе, какую мы можем дать им висичь. Вполне возможно, потому что концентрируются войска на границе. Я думаю, что решиться это мирным путем. Я так очень надеюсь. По крайней мере... Еще один из Украины, Украины, Украины. Из-за того, что Украина и Харькиф есть люди, которые поддерживают Россию и Россию. Итак, Ассоку, как вы думаете, что вы думаете? Не думаю. Потому что в России достаточно территорий. Это просто чистая политика и ничего больше. Мы надеемся, что ее не будет. Имоверность есть, конечно, есть. Особенно у нас на северных кордонах она есть. Переживаем, наверное, как и все. Но надеемся, что ничего не будет. Опять же, как и все, я так думаю. Очень не хотелось бы. Это будет окончательная точка, наверное, между двумя странами. У каждого есть родственники здесь, в принципе, которые живут и в России, и в разных уголках, так сказать, нашего бывшего СНГ. Ну, в общем, ждем с нетерпением развития событий и желательно в лучшую сторону. Я думаю, что не будет войны. Это только погрозы так. Я считаю, что это все это ерунда. Все это для того, чтобы отличить наше внимание от повышения цен, от ошибок наше правительство. Интервью о том, что относитесь. Почему, как и в России, как и в России, наше правительство? Потому что нет? Нет? Я решила задать вопрос. Все люди, я не знаю, что я не знаю, но Россия и Береруси, которые были нарушены, что было нарушено нарушение. Россия нарушение нарушение нарушение, Если вы хотите, что это делать, то есть выкинуть на русский и русский и на русский и на русский и на русский, как будто много. Например, «Кафказ 2016 был революционный 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 мир, что это было такое?» СМАТОВА, ВЕСТО 2017 годы同じく 軍人の侵略がありそうだと書いておりました そしてNATOは ロシアとベラル市の軍人演習は 大きな戦争も準備のようだ というニュースもありました または ガーフカス2020年 安全保障と防衛の専門家は ロシアのウクレインが 大きな戦争がありそうだと書いておりました そして NATOは ロシアとベラル市の 軍人演習は 大きな戦争も準備のようだ というニュースもありました または ガーフカス2020年 安全保障と 防衛の専門家は ロシアのウクレインの 侵略の可能性を 評価しました また 2021年 3月24日のニュースもあったし おそらく これはウクレインの 警戒を たまらせるための 戦略 ですかね ということもあるかもしれません ですが そのため たくさんニュースがあったため いろいろなインタビューによると ウクレインの人たちは 落ち着いていることより いい加減にしなさいとか ほっとけとか どうでもいいかの気持ちが だいぶ感じます でもその逆に すごく怖がっている人の数は だんだん 増えてきます それも確かです 今 ウェブに配信している情報は 正しいかどうか 正直言うと ウクレインの人たちが わかりません 日常生活は続いています そのため ちょっとだけ 今のキーフの生活を 見せようかと思っています 皆さん お大事にしてください バイバイ デリカル フェインに デリッパー happy 待て Zhao Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...